Всем привет, с вами Тория, и в данном видеоролике я начну с одной простой фразы. Это просто еда. Да, в основном моя фраза обращена к тем людям, которые такие «Хм, а как же похудеть? А что же такое сделать?» И они либо совсем от еды отказываются, как бы опуская ее ниже пленитуса и говоря, что «Хм, вот, а зачем это вообще нужно? Человек может и без еды прожить». Кстати говоря, нет, человек не может очень долго жить без еды, и он в скором времени как бы умирает. Или же наоборот, те люди, которые как бы слишком превозносят еду, то есть они считают, что бургеры или какая-нибудь там еще еда из Кейси, Макдональдса и прочих мест, это прямо-таки райское что-то. Да, я действительно встречала таких людей, которые говорили, что как бы бургеры или вот эти вот штуки, как они там называются в Кейси, это самая лучшая еда, просто еда богов. Нет. Еда – это просто еда. А теперь, собственно, перейдем к делу, потому что несколько видео назад я сталкивалась с комментариями относительно того, изменилось ли что-то в том плане, что я вообще кушаю. И, конечно же, в очередной раз я хочу сказать, что я тот человек, который против диет. Абсолютно и бесповоротный, вряд ли это когда-либо изменится. И, окей, один момент, я надеюсь, когда-нибудь изменится, это то, что стремление людей сидеть на диете причислят к психическим заболеваниям, так же, как увлечение компьютерными играми. И диеты в самом прямом смысле разрушают человеческий мозг. И если вы когда-либо пытались им следовать, и вы следовали им довольно долго, то, скорее всего, вы обращали внимание, что у вас происходит какое-то такое вот расстройство сознания. То есть вы начинаете терять связь с реальностью, у вас появляется желание либо совсем отказаться от еды, просто потому что вы слишком увлеклись, либо же, наоборот, наесться побольше, а потом ненавидеть себя. Это плохо. И, собственно говоря, что же такого с этими диетами не так, и что, в принципе, я ем, не соблюдая никакой диеты. Окей. Людям пора заболнить, что на диете я не сижу и не собираюсь. Это отвратительно. В общем-то, диета это в первую очередь огромный стресс для организма. И как бы вы не пытались следовать каким-то полезным советам, участвовать в каких-то марафонах, где как бы ведущий человек говорит вам, что вот, я следую этой диете, и вы следуете, и у вас все получится. Нет. Единственное, что у вас получится, это да, вы, возможно, скиньте несколько килограмм. И самое нехорошее, что потом произойдет, как только этот марафон закончится, это то, что вы наберете свои килограммчики обратно. Просто потому, что, чтобы человек как бы избавился от лишнего веса окончательно и бесповоротно, ему нужно изменить свое отношение к окружающему миру и к еде, и к самому себе. И, собственно говоря, почему нужно менять свое отношение к самому себе? Потому что, если вы будете относиться таким образом, что либо еда это нечто божественное, либо же еда это то, что не стоит никакого внимания, то, скорее всего, в скором времени вы откажетесь есть. И я встречала таких людей, поэтому я могу так говорить. Тех самых, которые говорят, что, ха, а зачем это вообще нужно? Еда это для людей, а как бы особым голубых кровей не пристало кушать. Нет, просто ешьте, окей? И, собственно говоря, когда вы чему-то потом следуете, вы пытаетесь худеть, то вы обратно набираете свои килограммы. А иногда вы набираете их и в двойном объеме. Просто потому, что как бы ваш организм в какой-то момент такой, стрессовая ситуация, его прекращают кормить. И, собственно говоря, он начинает накапливать жир. И в тот момент, когда он как бы накапливает жир, он может растрачивать вашу мышечную массу. То есть, организм не любит тратить жировые клеточки, ему нравится их сохранять, ну так на всякий случай. Но при этом, как бы, мышцы, ну почему бы и нет? Мышцы же слишком много энергии тратят. И, собственно говоря, вот это и происходит с вашим организмом, когда вы как бы худеете. Не жир у вас уходит, а мышечная масса. Так что это не здорово, потому что если в вашем организме начнет преобладать жир над мышечной массой, то у вас ухудшится метаболизм. И, собственно говоря, после этого вы и наберете свой вес обратно. Это плохо. Собственно говоря, следующий моментик это то, что благодаря популяризации культуры различной, где люди говорят о том, как замечательно быть худыми, нет, это я сейчас не про нормально худых людей, а это про диеты, например, айдолов. Скорее всего, вы их видели, у которых там 4 каких-то предмета максимум в день едят. Ну, допустим, утром они там йогурт съели и яблочко. Яблочко с йогуртом, кстати, есть не советую. Вы получите расстройство желудка. Или же, например, потом они там поели картофель сладкий. Чтобы вы понимали, у сладкого картофеля очень-очень-очень-очень, я бы сказала, мало калорий. Поэтому они его и едят. Но, тем не менее, это как бы полезно. Но не в том случае, если среди всех приемов пищи это единственный более-менее полноценный. Ну и, допустим, на ужин они там еще что-нибудь такое вот мелкое съедают, что не несет никакой пищевой ценности, либо стакан воды выпивают. Это губительно для организма. И ни в коем случае не пытайтесь следовать подобным диетам. И, конечно же, стоит заметить еще один момент, что зачастую айдолы любят привирать в тех моментах, когда они говорят о том, на какой диете они сидят. И некоторые из них просто тупо голодают несколько дней. А потом такие, смотрите, какая у меня диета классная. Так что не надо этого делать, потому что многие из этих диет очень-очень-очень сильно испортят работу вашего желудочно-кишечного тракта. Это не здорово. Точно так же не здорово, как стресс. А диета – это, как все знают, огромнейший стресс для организма. И когда вы испытываете стресс, вы, собственно говоря, начинаете набирать вес, даже если вы этого не хотите. Даже если вы одно несчастное яблоко съедите, у вас все равно может прибавиться вес. Вот просто из ниоткуда, просто потому что вы стрессуетесь слишком много. Так что отучайтесь от этого. Если вы решаете худеть или набирать вес, консультируйтесь с врачом. Это то, что почему-то другие люди не упоминают. То есть они говорят, что «Эй, смотрите, на какой я диете сижу! Эй, смотрите, как классно!» Но они не говорят о том, что каждый человек индивидуален. Каждый человек воспринимает все по-своему. И если одному человеку диета помогает, другому человеку она вредит. Просто потому что есть внутренние факторы организма. То есть у одного человека, например, нет никаких заболеваний, а у другого они есть. Соответственно, тому человеку, у которого нет никаких заболеваний, она никак не навредит. А тому человеку, у которого, например, проблемы с сердцем, она сократит жизнь лет на 10. Так что прежде чем что-то подобное предпринимать, Пожалуйста, обращайтесь к хорошему доктору А я следует также упомянуть такую вещь, как постоянный подсчет калорий И постоянное чтение различных составов И не поедание какой-либо еды, просто исходя из калорийности и состава То есть, есть люди, которые такие Как ужасно, здесь так много калорий 300, 200, 400, 500, 600 И, собственно говоря, они смотрят состав и такие Как все ужасно, здесь же пшеничная мука есть Пшеничная мука, это же глютен А глютен, вот это плохо, а вот тут это плохо А вот это плохо Окей, ребят, это болезнь вообще-то То есть, как бы соблюдение здорового питания Соблюдение принципов здорового питания Но так, чтобы это было вам полезно, это хорошо То есть, когда вы смотрите, чтобы еда была полезной Чтобы еда была чистой Желательно, экологически чистой, конечно Чтобы еда не содержала в себе каких-то искусственных красителей По крайней мере, не в гигантских размерах И не токсичных, и не канцерогенных И также не содержала в себе различных там консервантов Ароматизаторов, еще чего-то Потому что, действительно, многие из них Они пагубно влияют на человеческий организм Окей, это правильно Но не тогда, когда человек переходит просто все границы И такой А есть здесь совсем и нечего Просто потому что оно не подходит под какие-то там нормы Которые человек себе в голове нарисовал И говоря о глютене Если у вас нет, собственно говоря, непереносимости глютена То есть, целиакии То отказываться от него вам не нужно Вам не нужен безглютеновый хлеб Вам не нужно что-то еще безглютеновое Просто потому что здоровым людям Нет необходимости есть безглютеновые продукты Можно есть обычные, но есть одно но Если вы кушаете хлебушек, вам он очень нравится То не нужно переходить на безглютеновый, если у вас нет целиакии Просто ешьте тогда уж либо жилой хлеб Если вам, конечно, по медицинским показаниям можно это сделать Либо же ешьте цельнозерновой хлеб Там с пророщенными какими-нибудь семенами Вы это можете готовить самостоятельно дома Если вы не доверяете тому, что продается в магазине Окей, делайте это из первоначальных продуктов Не нужно покупать муку высшего сорта Которая 10 тысяч раз была отбелена 10 тысяч раз была переработана И 10 тысяч раз заправлена еще кучей химии Потому что это действительно так И, собственно говоря, если у вас есть аллергия На какую-либо мучную продукцию То это именно из-за муки Так что всегда можно найти компромисс И если у вас вдруг из-за чтения составов Из-за количества калорий появляется желание Отказаться насовсем от чего-то То обратитесь к доктору Опять же Потому что, возможно, это первый такой вот небольшой звоночек Который говорит вам о том, что вам пора Немножечко подлечить свою голову Еще один пунктик Это отказ от какой-то любимой еды И под предлогом Ну, потому что надо Потому что кто-то сказал Что вот, чтобы соблюдать эту диету Нужно от чего-то отказаться Окейушки Собственно говоря То, что вы отказываетесь от того Что вы очень сильно любите Оказывает на вас психологическое давление Психологическое давление Это плохо, как говорилось ранее И, собственно говоря Вы не будете худеть И ваш организм будет страдать Просто потому, что вы будете постоянно хотеть это есть Так что, если вы один раз в месяц Возьмете себе свои любимые снеки Либо же, если вы один раз в месяц там Рамен поедите Или что вы там любите Если это, конечно, не картошечка из Макдональдса Которая обжарена там 10 тысяч раз В каком-то старом масле непонятном Канцерогенном уже давным-давно То окей, в принципе Вы можете себе это позволить Не нужно быть тем человеком Который, а я расследует Какой-то там придуманной кем-то диете Просто потому, что это не работает Вам нужно понимать Почему вы что-то едите Для чего? Вы едите, чтобы жить А не живете, чтобы жрать все время Это то, чего почему-то многие люди не понимают Когда наворачивают очередную порцию Чего-то непонятного Потом такие На диете надо посидеть Скоро какой-нибудь там праздник Это так не работает Не нужно худеть к событию Нужно просто приводить свое тело в порядок И свои мысли тоже Потому что все начинается с головы Диеты полезны только в одном случае Если они медицинские Собственно, что же касается, в принципе, моей еды Я не придерживаюсь диеты И это не диета То, о чем я сейчас буду говорить Это просто более правильное отношение к еде Окей? Просто потому, что считается с медицинской точки зрения Что человеку нужно питаться 6 раз в день Тут 3 перекуса И 3, собственно, полноценных приема пищи Завтрак, обед и ужин Завтрак я стандартно всегда ем овсянку Самое главное, что нужно понимать Когда вы подумываете о том, чтобы кушать овсянку Это чтобы покупать чистую овсянку Натуральную Не перемолотую в труху Это раз И не заправленную какими-то вкусовыми добавками Это два Каплять туда различные ягоды, фрукты Какие-нибудь орешки Еще что-то, в общем Что мне под руку попадается То я обычно туда и кладу семечки Там еще какие-нибудь и так далее Просто считается, что с утра как раз-таки нужно кушать всевозможные кашки Что касается обеда Тут прямо-таки простор для творчества Начиная от риса и завершая, пожалуй, какой-нибудь лапшой или макаронами Или еще чем-то подобным Просто потому что я иногда люблю пасту Но не в привычном ее представлении А, собственно говоря, в очень ужатом Те же помидоры, огурцы Возможно индейка Просто потому что я к индейке отношусь лучше, чем к курице Ну и тем более индейка считается более полезной, чем курица И, собственно говоря, либо какая-нибудь чечевица Если я ее не придумываю есть на ужин Значит, я ее поела на обед Что касается ужина, то, опять же, как я сказала выше Возможно, в ужин опускается чечевица Иногда Иногда она туда не опускается А там оказывается, например, сладкий картофель Либо обычный картофель Просто потому что мне немножечко, каком-то, он нравится Так что, ну, иногда можно Или, собственно говоря, опять же, какие-нибудь овощи Сваренные на пару, допустим Тыква Потому что, опять же, я люблю тыкву Это вкусно И прочие-прочие-прочие какие-то вещи Но такие, которые уже не тяжелые То есть есть, например, мясо на ужин Это довольно подозрительно Просто потому что через несколько часов отправляться спать А оно, возможно, еще не переварится до конца И это плохо Но при этом лучше где-то перед сном За, там, три часа Не злоупотреблять едой И как бы вы немножечко поели И все Ну и, конечно же, не есть на ужин бананы Если вы не хотите, чтобы в вашем желудочно-кишечном тракте Что-то гнило и бродило Просто потому что они как бы вызывают такую реакцию Бананчики хорошо кушать утром Но не перед сном Ни в коем случае Конечно, они помогут вам заснуть Они вас успокоят немножечко Но вы потом проснетесь не с самыми приятными ощущениями И знаете, если у вас вдруг появляются мысли Сидеть на какой-то диете Следовать какому-то марафону бессмысленному Как бы, который кому-то помогает Но на самом деле Максимум, что вы от него получите Это возможную мотивацию И то не факт То вспомните слова кого-то из BTS Кто говорил, что Как бы мне это нравится Значит, это полезно Так что, да Если вам что-то очень сильно нравится И вы едите это довольно-таки редко То оно может быть полезно вашему организму Просто потому что Вы успокоите свои нервные клетки Но, конечно же, не забывайте о том Что в составы смотреть нужно Чтобы не употреблять лишний раз Огромное количество Каких-то супер вредных Ненатуральных красителей Консервантов Стабилизаторов Отеокислителей Прочей какой-то химии Но при этом Не нужно из-за этого отказываться От абсолютно всей еды В своем рационе Окей Колбаса Это не очень хорошо Какая-нибудь там Рыба соленая Копченая И так далее Это тоже не очень хорошо Картошечка Прожаренная Пропеченная И так далее В 10-летнем каком-то масле Это не здорово Но Если вам что-то Очень сильно нравится То иногда, наверное Можно Там всегда наманная алы Бара Лек são Угно А laughing Субтитры Terra Те ати Субтитры Те Р ота Р Р Р